34 года, рост 168 сантиметров, вес 98 килограмм и две пули в грудь. Да не так все было, Шон, не так, не две пули, а три, не в грудь, а в живот. Шел себе парень по улице в 97 году, а тут то ли грабители, то ли израильские солдаты, пиф-паф, вот так вот. Ну вот, всего третий год профессионалка, такой уверенный в себе атлет. А в пробу повезло, тренировался в зале, тренажер грохнулся ему на голову. Ничего, зашили, так что теперь от него всего можно ждать. Он занял третье место на одном из отборочных конкурсов. Я думал, что он уже не вернется к нам сюда. Выглядел надвратно, но вот он здесь. Это его второй конкурс, мистер Олимпия. Я с ним разговаривал. Он был счастлив, наш Джордж, как ребенок, которому дали конфетку. Все равно ему ловить нечего, есть ребята побольше, а есть и посимпатичней. Правда, позу он принимает хорошо, глядишь, этим возьмет. У него лучший двойной бисепс среди мелких атлетов. Да, и видны шрамы на животе, но в целом Джордж вполне ничего. Как покажет двойной бисепс, все в восторге. Он бывший национальный чемпион. В профессионалах, надо сказать, он здорово прибавил. Раньше он, конечно, так не выглядел. Поэтому звание профессионала он определенно заслужил. Вспомни, тогда на чемпионате США было порядка 300 участников, ну а здесь 20. Но они самые лучшие в мире, лучшие в мире профессионалы и Джордж среди них. Да, зрителей полно. А за сценой разминаются лучшие. Мы увидим 15 главных соперников. Это наш юбилейный конкурс. 40 лет турниру мистера Олимпия Джо Вейдера. Да, Шон, Джордж выглядит неплохо. Но хочу сказать, массы-то у него маловато. Ну и есть генетические проблемы. Главное, что он здесь. А остальные просто сидят дома и смотрят в телек на Джорджа. В общем, ему, конечно, есть над чем работать. Данные у него так себе. Но он явно постарался. И вот в результате оказался здесь. Да, так и есть. Ведь многие приезжают сюда не за тем, чтобы выиграть первое место, а чтобы иметь возможность просто выступить на этой великой сцене. Такая вот возможность не каждому представляется. Он ведь из Ливана, там вечно воюют. Наследник Самира Бану. Здесь пять тысяч зрителей. И у телека сидят десятки тысяч. Все пялятся на Джорджа. Да, есть чему радоваться. Достойнейший сын Ливана теперь живет в Нью-Йорке. Джордж Фа...